Аплодисменты Пришлось в первый раз самому поучаствовать. Конечно, я много раз выходил на сцену, но все равно оказывается чуть волнительно. И я хочу всех поздравить, зрителей наших, с началом нового сезона. И пусть это будет очень такой интересный сезон, пусть удачный будет сезон. Я уверен, значит, он будет насыщен, так сказать, разными интересными еще номерами, потому что наш народ мамадырский, он очень талантливый. Фестиваль «Звездопад» уже на протяжении нескольких лет удивляет мамадырского зрителя. Здесь начинают пить те, кто никогда не держал в руках микрофон. Состязания проходят между предприятиями и учреждениями города. Еще в отличие от других годов, у нас нынче есть номинации конферансье, то есть это ведущие мероприятия, ведущие концерты. Между номинациями каждый номер должен будет представитель команды предложить для зрителя. Красиво подать, красиво продать. Эта номинация, наверное, будет самой трудной в этом году, потому что сколько лет уже существует звездопад, вот этот конкурс муниципальный, такой номинации не было. И поэтому вот что-то новое, оно всегда вызывает какие-то затруднения. Мы сегодня хотим показать, что это должно быть. Насколько сумеем показать, вот посмотрим. Мы поэтому и вызвались выступить первыми в этом году, а то обычно в другие годы мы выступали последними. Новшеств в этом звездопаде очень много. В роли ведущей вместо Эльмира Хайрулиной Алисы Спиридонова решение начать сезон с выступления отдела культуры из полкома района было принято не случайно. Так, артисты решили показать наглядно, каков формат нынешнего фестиваля. Номинации в этом году девять. Это песни года на свободную тему с обязательным живым исполнением и бэк-вокалом, юмор и сатира на войне с изображением любого юмористического произведения на тему войны, миниатюры из жизни Тай-СССР, инсценировка песни о Великой Отечественной войне, хореография на свободную тему, пародия на телешоу по выбору, финальная массовка на свободный жанр и свободную тематику, оценка конферансье и оценка участия руководителя. Фестиваль дает возможность попробовать себя в разных номинациях. Здесь и Васильев из «Мотного приговора» преображает женщину с третьего возраста, и Гузеева-Сибитова из «Давай поженикся» Женин из «Завидного холостяка города». Найти мужчину – это искусство, а вот удержать – это уже профессия. Стирать, готовить, ухаживать надо. Директор Дома культуры Рамис Давыдов обычно поднимался на сцену как певец. Сегодня он за музыкальным инструментом. Выступление на фестивале готовится в соответствии с номинациями, но отличается разнообразием. Команда из полкома, которая часто выступала в официальном стиле, на этот раз решила остановиться на хип-хопе. Мы ставим молодежный танец хип-хоп, который на этой сцене ни разу еще не был поставлен, и надеемся, что этим мы сможем удивить публику. А вообще, вот такие мероприятия, как «Звездопад», они необходимы району, так как люди не только должны работать, но и должны уметь расслабляться и раскрывать свой потенциал в неработе. Билеты на фестиваль «Звездопад» были проданы за месяц до старта. На этот концерт очень хотела, заранее подготовилась и решила прийти. Очень интересно. Социализация была не просто. Профессионалы, которые поют и танцуют каждый день напротив белых воротничков. С небольшим отрывом в баллах команда отдела культуры на этот раз одержала победу. Следующий четверг снова соберет любителей музыки и импровизации в районном Доме культуры. В прошлом сезоне в фестивале «Звездопад» участие принял каждый третий мамадышец. Айгуль Надышина, Тимур Филиппушка, Фрамзеля Богудзинова. Новости Татарстана. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...